доброго дня дорогие друзья приветствую всех если кто-то не знает кто я такой меня зовут меня зовут артем и сегодня в первую очередь я бренд менеджер мультивана потому что мы сегодня будем говорить о мультиване я надеюсь что мои коллеги оставили хотя бы чуть-чуть вашего внимания на мою финальную часть я сегодня буду говорить чисто о практических вещах каких-то никакой теории максимум практики на самом деле я давно задумал вебинар мне очень хотелось рассказать об опциях мини погрузчиков мультиван потому что я считаю что это важная часть этого бренда но пока я готовился у нас произошло очень много всяких разных практических нововведений поэтому тема вебинара у нас дополнилась и как вы можете видеть я сегодня буду говорить о многих вещах такая получилась сборная солянка но все-таки в основном это вебинар про опции будем считать его таким и так в первую очередь я хочу обратить ваше внимание что не так давно наверное неделю назад а может чуть больше у нас изменились коммерческие предложения а касательно бренда мультиван коммерческие предложения вы можете найти на сайте бмдилер как выглядят они вот сейчас можно увидеть на экране то есть какой цель я преследовал когда готовил для вас соответственно новые коммерческие предложения я хотел сделать их максимально понятными максимально визуализировать то о чем собственно говоря у нас идет речь коммерческих предложений то есть чтобы они были визуально привлекательными максимально понятными и содержали максимальное количество информации и собственно говоря что здесь появилось сейчас если мы будем сравнивать с старыми допустим коммерческими предложениями а у нас появились фотографии у нас появились более подробные какие-то параметры у нас появилась визуализация комплектации визуализация опций ну и собственно говоря появился раздел который вкратце затрагивает навесное оборудование ну а также несколько условно говоря страничка с фотоматериалами которые отражают положение не погрузчик мультиван на сегодняшний день в россии то есть в живых боевых условиях а всего у нас получилось восемь страниц коммерческого предложения я собственно говоря вот его распечатал да 8 страниц в принципе пожатых для того чтобы удобно отправлять по электронной почте если кому-то нужны непожатые пишите мне я сброшу с удовольствием ссылку где их можно скачать в полном виде с фотографиями высокой четкости поэтому собственно говоря призываю воспользоваться новыми коммерческими предложениями я надеюсь что они будут вам помогать и понимать ссылки там обязательно и и помогать соответственно клиентам понимать что-то по мультиван максимального визуализировать и ну в общем крутые коммерческие предложения едем дальше а коли уж мы говорим о коммерческих предложениях давайте поговорим о комплектации не всегда дилеры клиенты понимают что такое комплектация что включает себя комплектация комфорт что включает себя комплектация все сезона что включает себя комплектация стандарт а в новом коммерческом предложении все это расписано визуализировано я постарался максимально это сделать ну и давайте сейчас посмотрим да чем отличаются нас комплектации мини погрузчиков что такое комплектация стандарт я даже не стала выделять здесь в какую-то отдельную тему потому что стандарт это просто это просто мультиван то есть Соответственно, выходит с завода без каких-либо примочек, прибамбасов, опций и так далее. Что такое комплектация «Комфорт»? Комплектация «Комфорт» – это мультиван, оснащенный кабиной российского производства. Я думаю, что некоторые из вас никогда не видели эту штуку вживую. Ну, вот, собственно говоря, здесь я сделал подборочку, как выглядит кабина российского производства. Установлена уже на мультиван 5-й серии. То есть это полное остекление. И, как вы можете заметить, в принципе, итальянская отличается, в первую очередь, тем, что дверь этой кабины, она наполовину металлическая, соответственно, наполовину стеклянная. А, это снижает обзор оператора, да, в какой-то мере. Ну, и Б, металлическая дверь все-таки более прочная, универсальная. Не знаю, здесь на самом деле на любителя. Хочу подчеркнуть, что если итальянская кабина – это все-таки позиционируемая как премиум кабина, российская кабина – это обычная стандартная кабина. Ну, и каких-то там мега-чудес, там, какой-то неземной красоты от нее ожидать не стоит. То есть вот таким вот образом она выглядит. Помимо российской кабины в комплектацию «Комфорт» входит также плавающий клапан стрелы. Если мы говорим о комплектации всесезонной, это максимальная комплектация, которую мы можем предложить без добавления каких-то дополнительных опций. Соответственно, данная комплектация включает в себя, а, соответственно, полностью остекленную итальянскую кабину с зеркалами, а, б, соответственно, упомянутый уже выше плавающий клапан стрелы, а, систему отопления кабины. Ну, в принципе, российская кабина тоже отапливаемая. Ну, в данном случае мы выносим ее в отдельное преимущество. Также дополнительное рабочее освещение. Это два светодиодных фонаря спереди, один сзади для дополнительного освещения рабочей зоны. И также, ну, специально для России, для наших суровых зимних условий, данная комплектация комплектуется предпусковым подогревателем двигателя. Собственно говоря, вот она разница в комплектациях. Вот за что, соответственно, клиент платит дополнительные деньги. Он должен понимать, за что, что и за что он платит, и какие преимущества он, соответственно, получает. Ну, сейчас, в принципе, органично было бы перейти как раз к вопросу непосредственно опции «Мультиван». Как всем известно, это, наверное, стопроцентная истина, да, мини-погрузчики «Мультиван» оснащаются телескопической стрелой, H-образной формы двойной, и, в принципе, это стандартная комплектация. То есть все мини-погрузчики, ну, практически все, да, если мы исключим, соответственно, первую, вторую и двенадцатую серии, оснащаются именно вот такой телескопической стрелой, и это стандартная история. Соответственно, есть еще такая штука, как система самовыравнивания, да, которая позволяет держать навесное оборудование параллельно Земле. против, соответственно, параллельно Земле держать навесное оборудование. И, в принципе, если мы говорим о всех моделях, кроме четвертой серии, это стандартная тоже комплектация, то есть любой мини-погрузчик «Мультиван», приобретенный, он будет содержать в себе эту, соответственно, функцию. Вот что же касается плавающего клапана, то это уже полноценная опция. Но справедливости ради хочу сказать, что, понимая важность этой штуки, да, плавающий клапан, если кто-то не знает, что это такое, то есть плавающий клапан – это такая гидравлическая функция, которая позволяет навесному оборудованию повторять контуры Земли, не позволяя отвалу, косилке, чему угодно, да, соответственно, зарываться в Землю, позволяя ему перепрыгивать кочки, какие-то неровности и так далее, сохраняя, соответственно, навесное оборудование в сохранности. Мы стараемся каждую машину по умолчанию комплектовать плавающим клапаном, в какой бы комплектации она ни заходила, потому что считаем, что это важно. Ну, если кто-то из клиентов пожелает и скажет, не хочу платить дополнительные деньги, нафиг, мне не нужна эта функция, ну, соответственно, мы этого делать не будем, и машина будет поставляться без плавающего клапана. Да, у зеленых абсолютно верно смещенная стрела, и мы об этом говорили на одном из вебинаров, если помните, там такие забавные еще были картинки, какой лопаты удобнее копать, у кого обзор лучше, тогда девушка понравилась всем. Этот материал доступен, соответственно, как в вебинаре, так и в презентации о функциях стрелы мультиван на BN-дилере. Если кто-то забыл, можно посмотреть. Соответственно, мы движемся дальше, и, условно говоря, мы можем назвать следующий блок опций. Это опции, ну, я для себя их так называю, опции повышения комфорта. То есть это уже упомянутая выше полностью остекленная кабина. Да, мы сейчас говорим именно об итальянских опциях, несмотря на то, что мы со своей стороны большинство опций для, условно говоря, удешевления, доступности, скорости установки и поставки, мы пытаемся их локализовать и, соответственно, предлагать, соответственно, уже какие-то российские аналоги. Соответственно, это трехпоточная система отопления, то есть которая позволяет оператору вот в этой стеклянной кабине чувствовать себя максимально комфортно. Значит, справа, слева сопло, и одно из них дует ноги. На больших моделях это система кондиционирования. Если мы говорим о 8-й, 9-й, 10-й серии, соответственно, не ругайтесь, соответственно, она немножко увеличивает функцию, господи, функцию высоту мини-погрузчика, но обеспечивает дополнительный, соответственно, комфорт оператора. На вопросы я отвечу чуть позже, просто в том числе. Ну и еще одна такая опция, да, это, соответственно, сидение повышенной комфортности. Соответственно, значит, мы можем говорить о сидении с подогревом, либо о вот таком вот сидении повышенной комфортности, у которого есть подголовник, оно тоже с подогревом и так далее. Для того, чтобы понять, насколько эта комфортность этого сидения высока, ну, просто у этой опции есть оригинальное, да, иностранное название, если забить его в Google-переводчик, то Google-переводчик, недолго думая, переведет это как роскошное кресло. Ну, то есть, если вы хотите оснастить мини-погрузчик роскошным креслом, вот вам, соответственно, сюда, да, то есть к сидению повышенной комфортности. Далее. Ну, условно, назовем часть опции, это защитные опции. То есть, ну, что такое ROPS-POPS, наверное, известно всем, кто занимается спецтехникой. Если кто-то знает, да, это так называемая система защиты от падения, система переворачивания и система защиты от падающих объектов. То есть, условно говоря, это стойки и крыши, если по-русски говорить. То есть, у меня погрузчик упал, чтобы стойки, соответственно, выдержали, и там оператор не травмировался, да, если что-то упадет ему на голову, чтобы это упало на крышу, а не на оператор. Да, то есть, это вот ROPS-POPS самого распространенного первого уровня. Соответственно, каждая машина-мультиван оснащается такой штукой по умолчанию. Периодически встречаю вопросы из серии, можно ли их демонтировать. В теории их демонтировать можно, они демонтируемы, но с техникой безопасности это делать не рекомендуется, поэтому здесь каждый сам на свое усмотрение либо убирает их, либо оставляет. К таким же вот опциям повышения безопасности можно отнести и левую защитную панель. Я убрать не буду, у нас не очень, видимо, заботятся о безопасности операторов. Соответственно, левую защитную панель вживую я ни разу не видел, никто никогда не заказывал. Ну, то есть, как бы оператору позволяется вываливаться из кабины в любой момент, когда он это захочет. То есть, ничего его от падения из кабины в левую сторону не защищает. Максимально важная опция, которую я хотел бы остановиться подробнее, это задние противовесы. С задними противовесами я призываю по умолчанию комплектовать каждую проданную вами машину. Почему? Потому что 200 или 400 килограмм, добавленные либо к номинальной рабочей грузоподъемности, либо к опрокидывающей нагрузке, это много, это хорошо. Я хочу подчеркнуть, что во всех рекламных материалах, в каталогах, в коммерческих предложениях, в прайс-листах все показатели грузоподъемности указаны с учетом противовеса. Поэтому, ну, это не такая большая цена для того, чтобы существенно увеличить устойчивость и грузоподъемность погрузчика, поэтому, соответственно, must-have на каждом мультиване, я считаю, должны ставить противовесы. Соответственно, противовесы родные итальянские, бывают двух видов. Это либо 180-килограммовые противовесы, либо противовесы 440 килограмм, которые ставятся на большие машины 9-й и 10-й серии. 180-килограммовые противовесы можно ставить как сзади, так и сбоку. Ну, если кому-то интересно, могу потом, позже как-то писать, рассказать, как это делается. Но, в принципе, эта информация есть в инструкциях по эксплуатации. Поэтому противовесы имеют право на жизнь очень существенно. Ну, далее пробежимся, да, по набору световых опций. Соответственно, в первую очередь, это дополнительное рабочее освещение, которое входит у нас уже по умолчанию в комплектацию всесезонное. Повторюсь, это три светодиодных фонаря, два спереди, один сзади. Для дополнительного освещения рабочей зоны яркие, удобные. В принципе, можно поставить такие же российские, несовсидиодные и дешевле, если на то будет желание клиента. Соответственно, дорожное освещение, которое может быть как итальянским, так и российским. Дорожное освещение включает в себя, соответственно, поворотники, стоп-сигналы, а также проблесковый маячок, который можно поставить как отдельно, так и в составе набора дорожного освещения. Все это сделано для того, чтобы наша средстветника передвигалась спокойно по дорогам общего пользования. В принципе, если вам доводилось смотреть видео об эксплуатации мини-погрузчика Multivan, которое мы сделали на нашем канале Multivan Russia, то, соответственно, я там рассказываю максимально подробно и прям показываю, как все светится, горит, моргает, как включается, выключается и так далее и тому подобное. Не знаю, каким чудом попала сюда автоматическая запорная плита, но попала. То есть это не опция освещения, это некая штука, которая позволяет использовать навесное оборудование максимально удобно. То есть для того, чтобы прицепить навеску, для этого не нужно оператору выходить из кабины, дергать рычаги, защелкивать их обратно, если есть такая необходимость. То есть это гидравлическая опция, которая позволяет, не выходя из кабины, нажатием кнопки, защелкнуть рычаги, ну, видимо, для ленивых операторов, ну, либо для тех, кто ценит свой комфорт или скорость работы. Об опциях повышения проходимости я говорил уже неоднократно. Мы затрагивали эту тему на одном из предшествующих вебинаров по мультивану. Более того, если кому-то интересно, как изнутри работают опции повышения проходимости мультиван, это система DBS и система делителя крутящего момента, можно ознакомиться максимально подробно на нашем, опять же, канале, YouTube-канале Multivan Russia. Есть видео, есть это видео и на сайте multivanrus.ru, которое максимально подробно рассказывает об опциях повышения проходимости, показывая мини-погрузчик мультиван в разрезе, как это все происходит, куда двигаются гидропотоки, какие клапаны работают, какие колеса крутятся и так далее. Максимально подробную информацию там можете смотреть. Также в цикле видео об эксплуатации мини-погрузчика мультиван я рассказываю об этих опциях. Более, может быть, популярно, то есть не с технической точки зрения, а с пользовательской. Сейчас скажу только, что да, такие опции возможны. Они повышают проходимость мини-погрузчика мультиван. DBS распределяет гидропотоки по бортам погрузчика. Клапа не лидирует крутящего момента, распределяет гидропоток равными, соответственно, долями на все четыре колеса, повышая его проходимость. Еще раз подчеркну, использование опции проходимости не позволяет мне погрузчику мультиван щадяще относиться к поверхности. Начинает цеплять, повреждать, поэтому если вы ездите по газону и на газонных шинах, то дивизия крутящего момента DBS – это не для вас. Последний, наверное, блок опций, о котором я хочу рассказать. Ну, тут у нас мультиван повернут тыльной стороной, назовем это так. Это, в принципе, те опции, с которыми мы сталкиваемся довольно часто, по крайней мере, я в своей практике, как бренд-менеджер мультиван. Много машин оснащается этими опциями. Это дополнительные задние гидровыходы. Ух ты, у меня тут еще и опечатка. Естественно, это недорожное освещение, это электрическая розетка 12-вольтовая. Мой косяк, прошу прощения, фаркоп или по науке тягово-сцепное устройство. И вот эта вот решетка задней защиты от ударов, которую я тоже, в принципе, наверное, вживую никогда не видел, но надеюсь, когда-нибудь мне посмотреть. Значит, для чего все это сделано? Для того, чтобы пользоваться навесным оборудованием на, соответственно, тыльной части мультиван. Защитная решетка, ну, логично, да, то есть мультиван – это погрузчик, который предназначен для использования в узких пространствах. Соответственно, легко можно во что-то ехать, задеть, учитывая вот неопытность оператора. Ну, соответственно, вот решетка защищает заднюю часть мультивана, где, как мы знаем, располагается двигатель, ну, от каких-то там повреждений, ударов и так далее. Еще один комплект опций, условно говоря, да, это уже упомянутый мной предпусковой предогреватель. Я считаю, что установка такой штуки, да, она не очень дорогая, то есть специально такой, назовем это гильза или пистон, который вставляется в двигатель и позволяет предварительно его прогреть, там, вставляя в розетку. Для России это очень актуально, несмотря на то, что дизельные двигатели, которые используются в мультиванах, и инмары, и куботы, келлеры, да, у них там есть свечи предподогрева, но, тем не менее, соответственно, я бы советовал комплектовать, благо мы, в принципе, эту опцию локализовали, и ее можно уже установить у нас здесь, в России, да, и не возить ее из Италии. Для, соответственно, передвижения мультивана в зимнее время – это снеговые цепи, но этим никого не удивишь. Резиновая гусеница – это отдельная опция, которую тоже ни разу в России мы не завозили, но я надеюсь, что рано или поздно мы это сделаем. То есть гусеничная система, которая превращает мультиван в сверхпроходимое некое такое существо, да, и существенно повышает грузоподъемность мини-погрузчика, примерно на 25%, можно таким вот образом увеличить его грузоподъемность. К сожалению, на сегодняшний момент данная опция доступна только для крупных моделей, это 9-я и 10-я серия. Ну, соответственно, насколько я знаю, сейчас приоткроем, может быть, какой-то завесу тайны итальянский производитель сейчас разрабатывает гусеницы для 8-й серии, что, на мой взгляд, довольно круто. Ну и, соответственно, колесные проставки, которые позволяют увеличить ширину машины, увеличивая, соответственно, ее устойчивость. Тоже сталкивался я с ними, мы уже эту опцию устанавливали. Здесь, в России, несколько машин с колесными проставками ходят. Если я помню, у меня сейчас по опциям все, мы перейдем к другой части, коснемся немножко навески, поэтому я сейчас, наверное, отвечу на вопросы быстренько, которые тут у нас возникли. Так, про стрелу. Зеленая, да. Значит, чем телескоп? Телескопическая стрела. Ну, у зеленых тоже телескоп, давайте начнем с этого. Но, соответственно, он смещен вправо. Если не изменяет память относительно центра машины, то центрированная стрела, она позволяет удерживать, соответственно, позволяет машине быть более сбалансированной, и там каким-то образом не заваливаться, не переваливаться на какой-либо бок. Ну, и, соответственно, износ такой стрелы, стрелы мультиван-центрированной, он гораздо меньше, чем износ стрелы, которая расположена сбоку. У мультивана, кстати, была такая стрела боковая, потому что, ну, не секрет, что пионерам в данной области все-таки мини-погрузчиков шарнир-ширененых являются те самые наши зеленые друзья. То есть мультивана раньше тоже была стрела подобная. Их стрелы нецентрированы, но, тем не менее, итальянская инженерная мысль решила все-таки стрелу отцентрировать, и я считаю, что это правильно. Далее. Так, насчет замены гусениц я даже врать не буду, поскольку мы их не поставляли. Насколько это быстро, долго, сложно, я сказать не могу. Если есть желание, чтобы я в этом вопросе разобрался, обязательно разберусь. Главное, чтобы от этого была практическая польза. Безусловно, не бросим, поможем. Если кто-то вдруг захочет поставить свой мультиван на гусенице, я приложу максимальное количество усилий, чтобы разобраться в этом вопросе и, соответственно, помочь. Защита от ударов на противовесы, это ли вешается? И, в принципе, тоже нет. Защита от ударов, соответственно, исключает использование противовесов, потому что ставятся они в одни и те же места, и в одни и те же посадочные отверстия. Поэтому нет. Так, с вопросами закончили. Быстренько сейчас пробегусь еще по паре моментов. Значит, смотри, друзья, что мы разработали в последнее время. В последнее время у нас появились вот такие сеты навесного оборудования. Что это такое? Мы разработали пять наборов навесного оборудования, которые состоят из максимально популярного навесного оборудования, как российского, так и итальянского, которые мы разделили, условно говоря, на пять сфер. То есть это набор для земляных работ, набор для коммунальных работ, набор для ландшафтных работ, набор для сельскохозяйственных работ и набор для погрузоразгрузочных работ. Со всеми этими предложениями и что входит в эти сеты, вы можете ознакомиться на БМД. Эти предложения уже выложены. В чем, соответственно, плюсы и преимущества использования таких наборов? Я сейчас прямо как продавец из магазина диваня сейчас буду себя чувствовать. Значит, дорогие друзья, покупая вот этот набор навесного оборудования, ну, условно говоря, какой-нибудь коммунальный, вы получаете пять видов максимально полезного и популярного навесного оборудования со скидкой от прайса, довольно существенной, до 12%. Все это дело, естественно, будет оснащено мультиконнекторами. Количество мультиконнекторов тоже указано в предложениях. И абсолютно совершенно бесплатно. Только сейчас вы получите к этому сету бесплатный складской стеллаж для хранения этого навесного оборудования в подарок. Звоните прямо сейчас, не стесняйтесь. Сет для лесных работ, наверное, мы его пустили, потому что он может быть не сильно популярный у нас, лесная навеска для мультиванн. Но если нужно, я обязуюсь его сделать прямо в обязательном порядке. Сет для лесных работ мы сделаем. Поэтому ознакомьтесь, пожалуйста, со стаунсетов, популярное навесное оборудование, со скидкой, плюс стеллаж-подарок. Ну, по-моему, мимо какого-то предложения пройти просто невозможно. Далее. Еще одна важная и последняя на сегодняшний день тема, я оставил специально напоследок, это наличие мини-погрузчиков мультиванн в России. Друзья, смотрите. Как официальный дистрибьютор компании, соответственно, мультиванн, мы обязаны поддерживать некий складской остаток на территории России, на территории, за которую мы отвечаем. В данном случае наш запас, он максимально полный. Такого количества машин в наличии мы никогда не держали. Модельный ряд представленный, соответственно, в нашем наличии. Он максимально полон, максимально разнообразен. То есть каждый может найти машину по своему вкусу. Сейчас вот вы видите программу летнюю. То есть помимо каких-то заказных машин мы завезем. И уже завезли некоторые машины на протяжении лета. То есть вы можете ознакомиться с ними. Рассылка эта новостная была. Значит, в июне мы завезли четыре машины. Вернее, их было пять, но одна уже продалась. Поэтому я ее показывать не буду. Сегодня, пока мы с вами сейчас на этом мебинаре, в Италии грузится машина, которая привезет нам июльские вот эти пять мультиванов, которые вы можете увидеть у себя на экране. Именно в той комплектации, которая здесь указана. Ну и, соответственно, августовская поставка будет уже в августе позже. Соответственно, все это в России, либо здесь, в Ярославле, либо в Москве. Все это доступно будет к показу, к просмотру. Все это, что немаловажно, в наличии, прямо в шаговой доступности, это большой конкурентный плюс. Потому что конкурент, насколько мне известно, наличие разнообразного не держит, либо не держит его вообще. То есть срок поставки там от месяца до двух. Здесь же, как бы, любая машина, соответственно, в наличии. Ну и плюс, это специальная цена на вот эту вот складскую программу. То есть каждая из этих машин вы можете получить по специальной цене, не по прайсу. Поэтому я предлагаю обратить вам максимальное внимание на эту складскую программу, ознакомиться с ней, ну и, соответственно, поучаствовать. Потому что это не только удобно, это еще и выгодно. Ну, собственно говоря, спасибо вам за внимание. Еще раз хочу подчеркнуть, что мини-погрузчик мультиван, несмотря на то, что многофункциональность, его универсальность, все-таки это инструмент, который при помощи опции можно максимально тонко, максимально удобно и максимально быстро заточить под какие-то прямо узкие конкретные задачи для того, чтобы фактически, вот так, обратите внимание, вот этот мультиван трансформер, это наши английские коллеги постарались и создали такой образ, то есть вот он такой многофункциональный, оснащенный опциями, помощник в работе, в хозяйстве, в фирме, в частном хозяйстве, где бы то ни было. Так, на какой вопрос не услышали? Я разве не ответил о том, что центрированная стрела, она более удобна, нежели стрела, смещенная вправо? По-моему, я посвятил этому, мягко говоря, несколько минут нашего сегодняшнего вебинара. В принципе, мой телефон, по большому счету, доступен, наверное, всем. Звоните, не стесняйтесь, я всегда открыт диалога, всегда расскажу, и те, кто уже пользовался этой моей функцией, опцией, могут это подтвердить, что я никогда не оставлю вопрос без ответа. Спасибо вам, дорогие друзья, за внимание. На сегодня наш вебинар закончен. Благодарю, что это сидели до конца, что вытерпели. Я надеюсь, что это все было максимально полезно. Спасибо еще раз и до новых встреч.